Приветичи! Это Роуд96 и сегодня нас ожидает пятый эпизод. В прошлом эпизоде мы получили с тобой хакерство, это умение взламывать компы и не только. Также мы получили в паза, 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 прошлой серии, в первом, по-моему, эпизоде, счастливую звезду. Ты можешь почитать, что она даёт. В общем, 15% к удаче она прибавляет нам. Да мы продолжаем пятый эпизод. Надеюсь, что найдём какие-нибудь новые штучки. Читать эту Соню Санчес я не хочу, хотя наверняка что-нибудь новенькое она нам расскажет. Близятся выборы. В прошедшие выходные у меня была возможность посетить вечеринку Тирака, открытую всем его сторонникам. Точно, мы были на этой вечеринке. Это было удивительно полезное мероприятие с безалкогольными напитками. Разве? Там, по-моему, были алкаши. И развлечениями для всей семьи. Конечно. Чуть все бабки не просадили. На самом деле мы выиграли. Спасибо за праздник. Нашему народу очень повезло, что вы у руля, Тирак. Желая нам провести ещё как минимум 10 лет с вами. Охрана границы была усилена после поимки подростка, который пытался пресечь границу, спрятавшись в фуре. Подросток и водитель фуры арестованы. Ооо, но это был не я. Мы тогда проехали нормально. А теперь взглянем на результаты последних опросов избирателей. И так, так, так. Да блин, Тирак опять фаворит. Ну что ж такое-то? И 44 воздержалась. Обалдеть. Граждане, голосуйте за Тирака. Накану ваша демократия. Как вам известно, шоу Сони очень озабочена ситуацией с молодёжью, которая продолжает пропадать. Ну давай, выводи список. Сейчас будем выбирать из трёх крутого подростка. Значит, что имеем? У-у-у, 16 лет, все 16-летки. У кого-то побольше денег, у кого-то поменьше. 4 доллара и десятки по 2. Энергия 3-4-4. Сколько километров до границы? 1825. Угу. 1543. Ну давай, наверное, так. Это кто у нас? Ботан какой-то? Это пацан-хиппарь? Это девочка, косившая под пацана? Ну я даже не знаю. Ну давай вот этого крутого Рэмбо выберем. 1825 до границы. Погнали. 30 июня. Напоминаю, что мы двоих подростков перекинули через границу. А двоих... Но одного убил таксист, а другого поймал полицейский. У меня кончилась энергия, и нас поймали. Где-то мы находимся. Вижу нефтяные вышки. Плакат терака. Июль 1-го числа 1996-го года. Мы на заброшенной заправке. Fire Starter. О, нифига себе, привет. Подожди, ее тогда полицейский схватил. И мы знаем, что это дочка... Нефтяника. Эй, эй, я здесь, помоги мне. Да, чем могу помочь? Все в порядке? Не дай им тебя заметить. Кому? Ментам. Они меня... Перевели из... Знаешь откуда? Не знаю откуда. Железные карьеры. Туда терак отправляет всех беглецов. Это че, реально что ли? Там они... Промывают детям мозги и пытают их. Я видела. Не стоит мне с тобой говорить. Блин, я думал, что это все шутки. Но нереально детей в карьеры отправляет работать. Как тебе помочь? Да будь у мента ключи от фургона. Но придется их как-то отвлечь. Потом возвращайся сюда. Ладно, я попробую. Спасибо. Так, я понял. Вон он сидит. Надо тут по округу посмотреть все. По округу. Вот этот плакат я сейчас закрашу. Надеюсь, у меня менты не повяжут за это. Я против терака. Как закрасить-то? Прикинь, не могу закрасить. А, это машина, которая ездит и орет. Типа, голосуйте за терака. На ней я ничего не могу разрисовать, к сожалению. Значит, пойдем вот эти плакаты разукрасим. Против терака. Раз такая дичь пошла. Конечно, его надо разукрашивать. О, подожди. Проверить мусор. Ну-ка, удача. Улыбнись мне. Дырявой улыбкой. Че-то нашел. Три доллара? Кто бабки-то выкидывает в мусор? Здесь случайно ничего нет. Зажечь огонь. Понятно. Так можно отвлечь ментов. Взять пустую канистру. Давай возьмем. Пустая канистра. Много чего можно туда залить. От тачки, скорее всего, ключи нужны. А, вообще с ней взаимодействовать нельзя. Понял. Ладно, давай еще пошаримся, как отчаянный бомжонок по этой мусорке. Можно взломать замок. Или открыть. Есть ключи. Я тогда с бандюганами затусил и помогал им. Но они мне, к сожалению, не дали отмычку. Это прям печально печаль. Вот это тоже разукрасим. Можно открыть. Здесь дверка есть, оказывается. Уп-уп-уп. Что это? Ключи? Ключ. Телефонной будки. Ну, неплохо. Взять шланг. О, простой шланг, чтобы можно было бенз с тачки слить и залить в канистру. И потом что-нибудь поджечь. Остается только найти спичку. Сколько тут всего интересного. Чего еще? Еще одна канистра? Ну, взять-то мы ее уже не можем. Нам одной достаточно. А здесь нет бензина, случайно, в этой штуке? В генераторе? Нет, тут нет. Ладно. Куча покрышек. Осталось только спички найти. Я думаю, что они где-то внутри. О, постер какой-то. Давай посмотрим. Что за постер? Что написано? Не могу. Ближе надо подойти. Знаешь, сколько раз мне в этом году пришлось вызывать эвакуатор? Да я так, конечно. Угадай, сколько. Это два копа. Ладно, три раза, наверное. Нет. Четыре. Можешь поверить. Чуваки, спички есть? Зачем? Вредная привычка. Успех. Да пофиг. Держи, вали. Спасибо. Вы даже не знаете, что я хочу. Украсть ключи у полиции? Да он меня повяжет сразу же. Мы это сделаем, когда подожжем вон ту свалку. Но сперва я хочу зайти еще пошариться здесь. Уверен, что тут что-нибудь есть. О, привет. Чего тебе надо? Тоже протестуете? Определенно нет. Ох уж эти протестующие. Выслать бы их куда подальше. Вот у него спички есть. Можно было у него, в принципе, их купить. Но я же экономный еврей. Я ничего не покупаю. Я выпросил их у гайцов. Подожди, я могу бабки снять? Банкомат. Но у меня карты нет. Понятно. Здесь что у нас? Розыск детей. Подожди. Играть. А, музло включить. Нет, музло не буду включать. Но, в принципе, я здесь все вроде обшарил. Осталось только бензик немножечко слить. И вот это разукрасить. Бензик будем сливать с какой тачки? С этой можно слить? Нет. Может быть, с той? Или с фургона этого? Или с заправки? Подожди-ка. Купить бензин? 12 долларов. Да, конечно. У меня нет столько денег. У меня 7 долларов только. Что там, монетка? Денюшки. Так, у нас 10 долларов. Смотрите, пожар. Пойдем еще поклянчим у ментов. Гаишники. Товарищи гаишники. А они со мной болтать больше не хотят. Все. Но я думаю, что это не гаишники. Это просто полицейские. А, есть телефон. Нет, с него не позвонить. Ладно. К фургону я подхожу, но нет взаимодействия никакого. Открыть. Где же бензин-то взять? На заправке бензин негде взять. А, подожди. Я же ключи взял от телефонной будки. Скорее всего, от этой. Это же вышка телефонная. Ну-ка. Открыть. Замкнуть здесь что-то могу. А, взломать. Ну-ка, давай попробуем. Ох, 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 ох. Что произойдет сейчас? О, е. Какого? Что происходит? Алло? Меня кто-нибудь слышит? Куда забралась эта мелочь, а? Ой-ой-ой. Надо от них бежать. Вокруг. Вокруг, вокруг. Сейчас я ключи вхапну. Черт. Он там стоит. Этот подросток. Блинский. Он не мог далеко выйти. Проверяю за заправкой. Это капец. Я мог бы туда спрятаться, наверное. Он туда пойдет, нет? Так, подожди. Если я вот так вот. Если я вот так вот. Подожди. Я умею краситься? Нет, не умею краситься. Тихонечко, тихонечко. Ключи возьми. Есть! Мы старели ключи. Как я их облапошел-то, а? Ну, тебе удалось добыть ключи. Ключи от наручников. Где-то внутри. Откроем тачку. Ключи. Получить ключи от наручников. Есть. Можно там еще что-нибудь стырить? Походу нельзя. Ладно. Спасти Зою. Ну же. Давай быстрее. Готовься сбежать. Опа-на. Стоп. Держать руки на виду. Позже. Черт, я не думал, что нас поймают. Капец. Нас двоих, короче, вволокут сейчас на карьеры. Ух. Я не хотел этого всего поверь мне. Да, вот это засада. Можно тут что-нибудь свистнуть? Какие у тебя интересные кроссовки. Ладно, поболтаем. Я тоже хочу перейти границу. Надеюсь, ты меня не возненавидишь. Это не моя вина, хорошо? И не стоило пытаться помочь. Что теперь? Вернусь к отцу. Да ладно, тебе-то так просто. Меня, походу, на карьер точно пред. А как же я? Тюрьма, а потом... А, так и думал. Я уговорю отца тебя спасти. Скажу... Ну, не знаю, что скажу. Ну, что-нибудь придумаю. Мне и так страшно. Он не станет. Слушай, может тебе отдохнуть? Станет немного полегче. Я... Я скучаю по родным. Нет. Я попробую. Просто попытайся поспать. А когда проснешься, у меня... У меня будет план. Договорились? По-моему, это тупая идея спать, когда ты в ловушке. Восполнили энергию? Слышишь? А, да ладно, крозавчики и бандюган налетели. Они уехали. Но вернутся с друзьями. Это, походу, протестующие. К счастью, мы перехватили их переговоры. Проверь фургон. Девка похожа внутри. Подожди, это же... Это же дальнобойщик. Опа-на. Не, не бейте нас. Тут еще один. Да вы кто? Можно мне идти? А вы кто? Меньше знаешь, крепче спишь. Можно нам идти? Можно. Но, Зоя, тебе лучше пойти с нами. Откуда вы знаете мое имя? Вас отец послал? Хе-хе-хе. Определенно нет. Дичь какая-то. Они за тобой. Мы все позже объясним. Но прямо сейчас вам надо разделиться. Капец. Ты... Ты ради меня жизнью рискнул? И что? Ты бы поступила так же? Да, возможно. В смысле, возможно? Точно! Зоя, нам пора! Я надеюсь, мы с тобой еще увидимся. Пока, Зоя. Я тоже. На самом деле, мне не понравилось, как Зоя поступила в этот раз. Типа, знаешь, попросила помочь. В итоге нас двоих захапали. И она такая, ну, блин, ладно, вернусь к отцу. А ты, типа, езжай в шахты колдырить. Как так вообще? Я не думал, что она такая эгоистка. Ну, ладно. Все люди эгоисты в какой-то мере. Пешочком прошелся. Три ячейки энергии сдохло. Walking in my choice. Что за пустыня опять? Лимит 80 км в час. Пойдем, Тифон. Слышишь меня? Что за шо... Какой-то баг со связью. Но не переживай. Под предайшн, Экс, это все исправит. Фикш... Кто? Я так и не понял. Кто-то, ну, что-то исправит. Так лучше. Нет. Так и не пашет. Подсоби немного, чел. Надо баг починить. Угу. Алекс, я не думал, что я тебя тут встречу. Кстати, спасибо за хакерскую штуку. Она мне пригодилась. Не вопрос, что надо сделать, что за баг. Маленькое тех... Затруднение. Ерунда. С багами лучше меня никто не справится. С кем ты там разговариваешь? Да не парься, мистер М. Стопщика подобрал. Что мне делать? Возьми этот комп. Я на него установил металлоискатель. Проверь землю у столба. А, компьютер Алекс. Ууу, наконец-то я до него добрался. Хотя я уже играл. Там должны быть спрятаны ключи, чтобы открыть эту штуку и перезапустить линию. Петриоком свои ключи ныкает постоянно. Хорошо. Ой, что-то сломалось. Подожди. Вот здесь вот копать. Это ключи? Взять. Равая банка. А-а-а. Не так-то все просто. Хорошо. Офигеть, комп металлоискатель. Ну теперь понятно, почему вот эта штука крутится у него на компе. Ключи должны быть где-то у столба. Ладно, ладно, возвращайся. Я тогда думал, что это интернет в связи со спутниками. Испортить. Нет, я не хотел портить этот плакат. Так, где-то здесь. Копать. Еще одна алюминиевая банка. Алло, алло. Делаем, что можем, мистер М. Интересно, что это за мистер М? О, ключи нашел. Ключи от телефонной будки. Отлично. Отличная находка. Все, здесь что-то еще. Можно, в принципе, еще покопать. Уверен, что мы что-нибудь ценное найдем. О, деньги, пожалуйста. Нашел. Да нашел, нашел. Ты же был рад, когда я нашел эти ключи. Можно я еще тут пошарюсь? Той металлоискателем. Так. Походу, больше ничего нету. Ответь мне, чел. Да сейчас. А. Нет. О, стой. Стой, стой, стой. Вот здесь копать. О, кассету нашел. Прикольно. Здорово. Теперь открой короб и перезапусти линию. О. Офигенный металлоискатель, да? Вообще крутой. Можно я у тебя его заберу? Значит, открыть. Перезапускаем линию. Спасибо, чел. Ты слышишь меня? Ага. Так вот, я хотел сказать, фальшивые передатчики, все на месте. Займем этих свиней надолго. Спасибо, Алекс. Мистер М, это походу дальнобойщик. По голосу понял. У меня две люминевые банки сверху висят. О чем речь, дружище? Я расставил фальшивые радиопередатчики, чтобы помочь бригаде. Что за бригады? Как ты им поможешь? У них есть нелегальные радиопередачи. Фальшивые передатчики сбивают нентов со следа. Мне надо бежать, Алекс. Постой, постой. Мои родители... Прости. Сейчас не время. Скоро поговорим, лады. Обещаю. Не отключайся. Чел, нажми кнопку еще раз. Сейчас бегу. Алло. Нажал? Поздно. Он отключился. Да ладно, не расстраивайся так, Алекс. Go what? Типа иди голосуй. И что я буду смотреть, как Алекс стоит? Пойдем. Приободрим его, что ли? Все в порядке? Что случилось? Не грусти, дружище. Мистер М по сути бросил трубку. Мне жаль. И мне. Еще информация о своих биородителях. Они погибли, когда я был маленьким в тераке 86. Но... Нашел немного. Не останавливайся. Не сдавайся. Спасибо. Мать, в смысле, приемная мать. Сказала, что я, может, найду ничего. Но я ей не поверил. Где твоя приемная мать? Она знает, что ты сбежал? Да. Но больше она не знает ничего. Да уж. Ну же. Давай переждем дождь в кабинке. Пф. Ладно, давай переждем. Залетай первый. Можем позвонить твоей родине? Сказать, чтобы тебя забрали. Это, по-моему, с ней не дружат вообще с этой приемной матерью. Может, позвонишь матери? Я... Я даже не знаю. Скажи, что ты в порядке. Ага. Думаю, ты прав. Давай, давай, давай. Набирай уже. Неукрасные глаза. Заплаканы. Округ 22 слушает. Мать Алекс. Алло? Алекс? Это ты? Напоминаю, что мать Алекса это полицейская. Все в порядке? Что мне сказать? Просто начни говорить. Все хорошо. Просто так звоню. Отметиться. Ты же там не голодаешь? Правда ведь? Можешь вернуться в любой момент. Помни об этом. Скажи, что еды хватает. Ты... Ты пока не готов вернуться. Знаю. Просто есть еще дела. Я... Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. Я по тебе скучаю, Алекс. Скажи, что ты тоже скучаешь. Я... Я тоже скучаю. Вот что. Мне пора. Как раз дождь закончился. Уже? Скажи, что скоро снова позвонишь. Скоро еще позвоню. Обещаю. Я тебя люблю, Алекс. Пока. Пока, малыш. Ну же. Ну и теснотища. Мне лучше. Спасибо, что уговорил позвонить. Это была классная идея. Рад помочь. Как думаете, бригады террористы? Они борются за то, во что верят. Это заслуживает уважения. Люди говорят, это они болели склон. Ну я скажу, брехня это. А ты? Это они и их можно понять. Они слишком уж радикальные. Из-за них люди умерли. Что-то вот тут у меня начинает закрадываться подозрение, что возможно бригада просто была не в том месте. И она хотела совсем другое. А теракт прикрылся ими. И свалил все на них. Есть такая вероятность. Это они? Из-за них люди умерли? Они слишком уж радикальные. Ну ладно, давай из-за них. Ну не знаю. Заговором попахивает. У меня тут еще надо такое, чтобы почистить. Кстати, если хочешь, в сумке есть зла. Хаковые батончики. Ты на вид голоден. О, а еще я тебе могу такси вызвать. Я хакнул счастливое такси. Потому что могу. И получил ваучер на бесплатный проезд. Было бы круто. Думаю, пойду пешком, сяду на автобус. Давай такси. Заметано. И удачи тебе в пути. Надеюсь, ты доберешься до трассы 96. Спасибо. Блин, батончики так и не взял. Ну ладно. В такси отдохну. Надеюсь, это не тот злой таксист меня подвозит. О, как тачка мигает. Итак, мы проехали. Сколько мы проедем на такси-то? Ну, прилично. Почти 50 километров. Неплохо. Где мы очутились? Да нет, снова он. Ну, мы знаем, что с ним шутки плохи. Лучше не говорить ему всегда правду. Иначе он может нас, в принципе, пристрелить. Это вещички, наверное, от прошлого подростка. Хотя не факт. Что мы тут можем посмотреть? Еще разок. Алло. Не, он с нами не болтает. Это единственный таксист, счастливый таксист, на всем районе, да? Стук. Эй, Йо, ты слышишь меня? Извини. Забыл про тебя. Прикольно. Куда сегодня едем? В счастливом такси? Просто на север. Пока не знаю, к границе. Нет. Так, началось. Прошу прощения. В смысле? Конечно. Клев всегда прав. Да, 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 вот-вот. Устраивайся поудобнее. И приготовься наслаждаться поездкой. Мне прилечь или что? Что делаем? Отдыхать. А, ну ок. Мы едем, едем, едем в желтеньком такси. Надеюсь, меня там не грохнут. Только не говори, что у меня сейчас колесо пробьет. На такси. Нет, пока все ок. Пока едем нормально. Что это? Вот это вот, это что? Это все вещи предыдущих пассажиров. Извини за беспорядок. Не проблема. Но немного странно. Понимаю. Понимаю. Почему вы это сказали? Давай посмотрим, что это за книжка. Он и это забыл. Наброски взрывного устройства. Опа-на. Он же, по-моему, хотел подорвать как раз таки эту Соню. Не проблема. А что значит Б? Это чертеж бомбы? Оу. Я сам-то не люблю насилие. В обморок паду при виде крови. Конечно. Этот человек забыл кучу всего. Ты многое подмечаешь, я вижу. Так. Кстати, все, что я тебе говорю, правда. Как-то это счастливое такси. Но можно было бы назвать и честным такси. Я думаю, слишком правда с ним не стоит и откровенно говорить. Вопросы по дороге есть? Может, могу подсказать? Если я слишком многое узнаю, он может меня точно грохнуть. Что думаете про бригаду? Как, по-вашему, из-за протестов стало больше полиции на улицах? Да. Ага. Надеюсь, они не доберутся до бригады первого меня. Многие, возможно, за Флорес. Оу. Я не знаю, кто это. Понятно. Наклониться вперед. Что передает по радио? Так, холодная ярость Джорда. Посмотреть там молоток, наручники. А, этот магнитофон мы видели. Так. На молоток я, наверное, не буду смотреть. Там еще и кровь. Мы понимаем, что это может плачевность закончиться. Что передает по радио? Отодвинься. Черт. А, посмотреть... Черт, давай вот так. Это не для твоих глаз. Еще ярость. Ну, молоток, я думаю, совсем его с катушек свинтит. Ну, давай посмотрим. Это для проекта сделай сам. Да, конечно. Да, конечно. Хватит. Все, я понял. Я отодвигаюсь. Сядь ровно. И сиди так. Приятной поездки. Спасибо. Ярость немножечко охладила у него. Ой, 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 ой. Там что-то сзади бьется. Слышите? Нет. Да я же слышал, прям по спине долбило. Вот, опять. Кто там? Вы же это тоже слышали? Мне жаль. Но нет. Это капец. Что ты делаешь? Это что такое-то? Включу музыку погромче. Ну, давай, валяй. Ой-ой-ой-ой-ой. Опять ярость возрастает. Динозавров любишь? Ну, да. Как мне сказать, что люблю, когда тут все падает в долбицу? Что-то тут не чисто. Давай я промолчу. Просто промолчу. Помогите! Помогите! Ты что-то сказал? Это не я. В животе бурчит. Нет. Оу, ясно. Вот что. Я выйду тут. Да нет, ничего. Я выйду туда. Ой-ой-ой, ярость расчет. Мы еще не доехали до твоего места назначения. Да блин. О нет. Похоже, колесо пробили. Надо бы взглянуть. Сиди смирно, лады. Черт. Воу-воу-воу! Он меня убьет! Черт. Да чувак, держись. Я не хочу умирать. Нет, нет, пожалуйста. У меня 50 секунд есть. Посигналить. Отпереть дверь. Украсть кассету. Нет, ничего не буду. Отпереть дверь. И сбежать. Да, наверное, надо отпереть дверь. И сбежать. Бежим нафиг от него. Он нас точно грохнет. О, получена способность ум. Получите доступ к новым вариантам диалога. Отлично. Классная тема. Все, а я бегу. Давайте вы там сами разбирайтесь, ребят. Черт подери. Уношу ноги. О, ты только глянь. Впечатляет. Фух. Я думаю, что если бы я остался, он бы меня точно грохнул. И мы, кстати, на этом такси прилично проехали. Почти тысячу километров. Это круто. У нас еще осталось три объекта, которые мы не получили. Это карточка, отмычка. И вот я не знаю, что третье означает. Может быть, оружие какое-то. Ух ты, какой туннель. 2 июля 1996 года. More when words. Как-то типа так. Обходные пути есть. Поспать тут можно где? Вот, смотри, сюда можно сбежать. Тут. А, обломись. Ничего тут нету. Можно сюда заскочить вроде. Нет, туда тоже не пройти. Ага. Значит, нам только в туннель. Ну ок. А вот тут у нас что-то спрятано. Можно тут поспать? Нет, тут нельзя. Какой странный и очень страшное место. Ладно, я пошел. У меня фонарика, к сожалению, нет. Это кто? Это кто сидит тут? Ребята, вы свои? Это что, галлюцинации у меня? Обалдеть. Можно внутрь заглянуть? Что-то... О, здесь вон дверь есть. Налево я никак вообще пройти не могу. Тут невидимая стенка. Ладно. Пойдем в дверь забежим. Может, я сплю? Открыть. Что это за дом с ужасами и привидениями? Такое эхо еще сильное. Какие-то квитанции. Тут нет никаких потайных штук. Свет включить, например. Ничего нельзя. Ладно, идем дальше. Опаньки. Какие-то воспоминания. Съесть испорченную еды? Не хочу. Испорченную еду не хочу есть. Кто эти люди? Погде это Зои? Еще кто-то. Лысая Зои. Забавно. Взять фото. Фото молодой пары. Ну, это ж точно Зоя? Похоже на нее. У нее одежда такая, только она лысая здесь. Ладненько. Что мы тут еще можем найти, увидеть? Баллончик есть. Магнитофон. Можно музло включить. О, подожди. Открыть ящик. А это что? Еще одна фотка. Взять. Фото молодой пары. Да мы уже поняли, что молодая пара. Девчата. Еще одна кассета. Тик-тик-тик. Ну, полезли наверх. Тут можно как-то подняться? Ага. Можно. Нет, нельзя поспать, думал. Но нельзя. Заглянуть внутрь. Это дневник, что ли? Вставить фото один. И что тут написано? В день нашей встречи ты остановился меня подвезти. Я путешествовал автостопом много дней, и у меня начались галлюцинации. Ммм. Взять фото. Если я фото забираю, то надпись исчезает. Ладно. Дальше. Здесь фотки нету. В день нашей первой ссоры. Понятно. И можно вставить фотку сюда. Фото три. Ладно. Давай еще одну фотку найдем. И тогда мы сможем почитать всю историю. А где может быть еще одна фотка? А, вот она. Давай ее заберем. Водопад. Короче, они тоже были автостопщики. Сейчас, минутку. Усы в рот залетели. И они были возле этого водопада. А потом куда-то свинтили, видимо. Ну, возможно, пересекли границу. Но водопад дальше. Видимо, они все-таки вернулись сюда, обратно. Вставляем фотку. Вставить фото два. Читаем. В день нашей первой ссоры ты порезал колено о камне, прыгая в водопад. А я тебе говорила. Понятно. Дальше. Последняя страница. В день, когда мы поняли, что созданы друг для друга, мы поговорили всю ночь, обсуждая нашу жизнь и наше будущее. Последняя страница. Какой закат красивый. В день, когда мы поженились, мы увидели прекрасное старое дерево у дороги. Мы взобрались на хом, чтобы до него добраться. И под ним ты сделал предложение на закате. О, это классно. Что, что это было? Тут кто-то есть? У меня реально галлюцинации. Дневник я забрал зачем-то. Тут вроде бы все. Но раз двери нам распахнулись, мы можем идти дальше. Тут ничего больше нет интересного. Я, пожалуй, побегу отсюда. И чем быстрее, тем лучше. Не хватало мне еще мозги свои потерять. Походу на то, что у меня крыша свежет. А, вон это дерево. И вон он делает ей предложение. Я бегу. Бегу смотреть, как он делает предложение. Ну, тут красиво, конечно, красиво. А я думал, там девочка и девочка ехали. Это пара девочка и девочка. Но нет. Копать. О, обручальные кольца. Зачем они тут? Два обручальных кольца. Ладно, ставим здесь книжечку. Поставить на место. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что произошло? Типа они из воспоминания стали реальны и поехали дальше до границы? Странно. А можно дочитать? Но однажды утром мы проснулись и поняли, что изменились. В этот день мы отправились к тому старому дереву. Нашему дереву. Когда все было кончено. Когда мы зарыли яму. Мы обнялись в последний раз. И отправились каждой своей дорогой. Понятно. То есть свадьба закончилась потом разлукой. В конце концов, они разбежались. Автостоп. Нет, автостопом я не поеду точно. У меня есть немножечко денег. Скорее всего, ими и воспользуемся. При помощи них мы доберемся до... На автобусе до границы. Что тут написано? Звоните 96112. Если что-то знаете о радиопередатчике бригады. Тысячу долларов могут заплатить. Телефона, к сожалению, нет, но... Подожди, а вон там что-то есть. Это что такое там? Что за столик? А, нет, это я уйду тогда. Не-не-не, я пешим не пойду. Я вот лучше на автобусе поеду за 7 долларов. Чуть-чуть не доехали до границы. 491 километр нам остался. Всего лишь один день езды. Но... Смотри, опять деревья появляются, как картонные. Но, походу, у нас опять будет болтовня в автобусе. Добро пожаловать на борт, дети. О, знакомое лицо. Не ты ли на фото была? Проверить сзади. Взять и взять. Ништяк. Отбил автобус. Круто. Sony по телевизору показывает. Больше вроде ничего не взять. Ладно, давай поболтаем. Погоди. Сзади я уже все посмотрел. Давно бродяжничаешь? Едешь к... Ну, ты поняла. Ага. А ты? Да тут у тебя голос, как у пацана. Ты же не девчонка. Ты пацан, да? Фига. Фигас два. Да? Страшно? Иногда постоянно. Да, как-то нет. Извини. Но я тебе не верю. А сейчас тебе лучше поспать. Если можешь. Станет легче. Тут и подушка есть. Ну, хорошо, давай поспим. О, почти весь запас энергии восстанавливал. Это круто. Я босбал. Проснулся? А, чувак уже вышел. Да, я проснулся. А где второй пассажир? Слез пока ты спал. Можешь меня тут высадить? Поеду еще немного. Хорошо. Я прям до границы, короче, еду на автобусе. И кажется, у меня это получится. Да. Мы прям до границы пилим. 9 километров нам осталось. Ну, как обычно, 9 километров нам придется преодолеть пешочком. Одна ячейка энергии у нас угасла. А мы приехали. Я знаю, что я в прошлой серии тут запрятал денюжки на всякие пожарные. Вот для таких вот случаев, когда в кармане гроши. Ну, что, погнали? Побежали. А копы тут что делают? Дорога 96. Мне надо будет как-то аккуратно пробраться, чтобы копы меня не поймали. Но я, кстати, не вижу, чтобы там коп сидел. Ладно, побежали. О, вот сюда можно зайти, а можно выше пройти. Честно, даже без понятия, к какой дороге пойдем. Водительское удостоверение ИПТС. Конечно. Минутку. Оу. Цель посещения границы. Подруга неподалеку живет. Только и всего. Ничего незаконного. Ясно. Надеюсь, меня сейчас не заметят тут. О, это те два копа, которых я одурел. Ну, и в конечном итоге они меня поймали. В общем, тут патруль никого не пускает. Хорошо. Возвращаемся обратно к тому забору. Посмотрим, что у нас здесь. Ну, мы, скорее всего, просто к горе подойдем, только с другой стороны. Медведей здесь нет. Будет обидно, если меня здесь кто-то укокошит. Прямо у подхода на границу. Вон она, та гора. Что за кровь? Что за шланг? Взять инструмент для... Тарзанки? Ммм. Ремень. Использовать тарзанку. Меня вот кровь больше всего смущает. Не убьюсь ли я на этой тарзанке? Используй тарзанку. Ого. Вот это круть. Блин. Фига. Ха-ха-ха. Уплетел в воду. Вот это мне повезло, что там не камни были. Жесть. Офигеть. А с какой стороны? А, вон оттуда, получается. Я куда-то сюда скатил, слетел. Вон оттуда. Обалдеть. А тут мне повезло, конечно. Сейчас вернемся в пещерочку, в которой мы любим рисовать граффити. И нарисуем там новый значок. Там же еще поспать можно, точно. Мы поспим на всякий пожарный. О, смотри, а кто вот это граффити нарисовал? Это не моих рук дело. Отправляйся голосовать. Так. Нарисовать баллончиком бастаньте. Голосуйте. Давай тоже голосуйте нарисуем. Вот. Все. Сейчас мы здесь тоже поставим камушек. Добавить камень. Вот. И пойдем поспим. Оп, подожди. Оставить деньги другим. Не, я деньги повыше оставляю. А что, поспать нельзя? Ох ты ж. Ох ты ж. А, вот. Вот они, картонки. Отдохнуть. Короче, учитывая, что у нас большое количество энергии, я предлагаю деньги не брать под тем камнем. Мы оставим для тех, кто менее силен будет к подходу к границе. А вот эти 13 долларов, я не знаю даже, может реально их оставить здесь? Хотя сумма маленькая, скорее всего, мне не позволит это сделать. Так что мы будем, скорее всего, преодолевать границу какими-то силовыми моментами. Сейчас оставить деньги, попробуем. Погоди, взять подарочные деньги. Офигеть. Ну, давай взять. Сколько тут? 20 долларов. Угу. Ничего себе. А оставить сколько я могу? 20 долларов. Нет, здесь я деньги оставлять не буду. Я оставлю их повыше. Хотя нет, давай оставим здесь, потому что там камень на видном месте. Возможно, кто-то деньги там и стырит. Давай лучше здесь 20-ку оставим. Пускай они лежат. К армусе тоже поднял. Ну все, побежали. На выход. Вот этот момент мне больше всего в игре нравится. Когда ты вот-вот-вот скоро достигнешь своей цели, которой ты так долго шел. Выйти и пойти вдоль дороги. Все. Мы снова на границе. Это третий подросток, которого мы перебили. И это хороший результат. А какой день? 3 июля 96-го года. Вот она, вот она свобода. Достижение своей цели. Сейчас посмотрим, деньги здесь остались или нет. Оставить деньги. Да, деньги есть. Но трогать мы их не будем. Так, так, так. Какие методы пересечения границы у нас остались? Это заплатить, заплатить на границе водителю фуры. Мы воспользовались этим методом. Сходить туда. Там уже были, но там несколько методов пересечения границы. И вот этот вот метод, где много-много энергии необходимо было. Тут надо было полазить. Сейчас, наверное, им воспользуемся. Он, конечно, очень рисковый и опасный. Но посмотрим. Ага, 4. Полезли. Посмотрим, что там. Там мы еще не были и не знаем, что там вообще творится. Это мы к горе вышли. К той самой. Вон, вот к этой. Обалдеть. И что, мы наверх сейчас пойдем? Ух, как тут. Нифига себе. Да. Здесь понадобилось огромное количество энергии. Чтобы залезть сюда. Не зря мы ее потратили. Тут очень красиво. Атмосферненько так. Единственное, нельзя использовать ускорение. И у меня полное количество сил. Что не странно. Видимо, из-за красоты я воспрял духом. Вон, видишь? Опа. Минус одна ячейка. Что-то такое ощущение, как будто обваливаются камни. Очень страшно. Мы еще в ущуп забрались. Главное, чтобы кислородное голодание тут не наступило. Обычно в горах, когда высоко поднимаешься, там атмосферное давление становится ниже. Черт, все обваливается. И может поплохеть. Да, классно все сделали здесь. Атмосферненько. Блин. Пройти через прыгнуть или пройти. Как-то, не знаю, слишком... Слишком... Тоненькая досочка. Ну, дай пройдем. Сто процентов, учитывая, что я думаю, что спокойно преодолеем. И она не сломается. Черт, она скрипит. Да нет, сто процентов, это значит, мы пройдем. Сто процентов. Все. Не очкуем. Бежим дальше. Тут уже бежать можно. Это хорошо. Я уже очень близко к горе. Это, наверное, самый опасный путь, который только может быть. Но здесь никого нет. И тебя никто не может поймать. Ты тут только со своей удачей. Со своей мисс Фортуной. Повезет, не повезет, как говорится. О, дождь пошел. Гроза. Все, это капец. Как же мне преодолевать эту гору в такую погоду? Что-то меня качают в разные стороны. Может, мне уже поплохело? Ой, 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 ой. Надо нагнетать. Не так стрёмно и страшно. Тут еще Зепс. Молнии метает. Укрыться. Пережду здесь, пожалуй. Ну почему? Почему ячейка энергии у меня исчезла? Я же... Я же переждал. Я отдохнул, можно сказать. У меня все равно энергию отняли. Что там внизу? Можно посмотреть? О, о, о. Там что-то видно? Там что-то красивое? Там водопад, что ли, где я был? Не видно отсюда. Ладно, может, дальше будет видно. Вот там что-то прям явно красивое было. О! Что это за щиток? Что это такое там? А, это граница. Ну да, вон, тачки стоят на границе. Что-то мост какой-то непонятно как-то сделан. Блин, а туда вообще как пролез... Это динамит? Офигеть! Они хотят обвалить границу? Точнее, чтобы вот эти камни полетели на границу. Там же люди. Как так-то? Зачем это сделано? Тут больше других путей нет. По всей видимости, нам надо посмотреть вот сюда. Остатки взрывчатки, предположительно, использованные при теракте в 86-м. А, понятно. Но это очень опасно. Что она тут делает? А если она еще раз взорвется? Да, стремное воспоминание. Я что, совсем сдурел? Я полез здесь? Мне кажется, что я тут, ну, не дойду. Слишком дофига энергии тратить. Ого-го, куда я залез? Ничего себе. Мне вот больше делать-то нечего. Как скалолазанием заниматься. Я совсем дурехонько. Дурехонько, дурешенько. Сесть. Ну, и посидим. В принципе, других путей здесь и нет. Но красиво, красиво, ничего не скажешь. Интересно, кто это сделал? Вот эту вот посиделку здесь. Все, ночь наступила. Ну, я типа отдохнул. Что дальше делаем? Куда идем? Спать. А, не рискованно ли? Ну, давай поспим на всякий пожарный. Восстанавливаем чуть-чуть энергии. Мне это нужно. О, целых две ячейки. Это классно. Это очень хорошо. Это я? Я взобрался на гору? Такое ощущение, как будто на Эверест поднялся. Мы поспали. Я уже... Спали мы, скорее всего, где-то с той стороны. И мы как-то сюда попали. Видимо, во сне перенеслись. Непонятно, как это произошло. Ну, ладно. Мы выспались. У нас куча... Офигеть. Прыгнуть. У нас куча сил. Давай прыгнем. Только аккуратно, пожалуйста. Не свались. Так. Силы у нас убавляются. Ух! Я чуть не обосрался. Я же переживаю за тебя. Мы спрыгнули. Это хорошо. Все, теперь мы идем на спуск. Это всяко полегче. Да ладно! А я тут... Я тут смогу прыгнуть? Ну, давай попробуем. Разбег. Пожалуйста, не упади. Пожалуйста, не упади. Пожалуйста, не упади. Берем разбег. И да. Черт, нет. Только не свалюсь. Фух. Ну, можно было и тут и свалить. Прыгнуть вниз. Подожди. Вот это... А, тихо. Вот это рюкзак одного из подростков, скорее всего. Он тут погиб. Свалился. Но мне нужно вон туда спрыгнуть. Че, погнали. Там вон тоже какой-то рюкзак есть. Давай только аккуратно. Прошу тебя. Фух! Я это сделал. Мы это сделали. Очень рискованно. Да, вон внизу еще рюкзачок лежит. Я надеюсь, что... Блин, взять веревку и спускаться. Да капец! У меня две ячейки энергии. Точнее, одна. Если у меня кончится и еще одна, то мне капсда. Ну, давай спускаться. Че делать-то? Я спустился? Да! Все обошлось. Свобода. Нет ничего важнее. Ты это говоришь каждый раз. Но многие в Петре ее пока не обрели. Третьего ребенка мы перевели. 68 дней спустя. День выборов. Наша знакомая полицейская тоже стоит на границе. Некоторые путешествия только начались. Ну, спасибо. Ну что, у нас есть ум. Мы можем дополнительные вопросы теперь задавать. И сколько нам осталось до конца всей этой истории? Ровно половина. У нас суббота 1 июня 96-го года. А, нет, это самое начало. Ну, короче, мы где-то в июле. Сколько там было? 9 июля, да? Или 10 июля. То есть, получается, нам еще 2 месяца корябкаться. Да почему 2? Ну да, 2 еще. Июль, август и сентябрь. Тут до 9-го. 2 месяца, короче, корябкаться еще до финала. Игрового времени нереального. Так что, нас ждет 6-й эпизод. Ну, если тебе понравилось прохождение 5-го эпизода, то не забудь поставить лайк, свой большой палец под этим видео. И подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего ролика. Субтитры сделал DimaTorzok